Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря блок данных по активности в сфере услуг сразу со стороны нескольких регионов. В частности, в 9.00 будем анализировать статистику по активности в сфере услуг Германии. Далее в 9.30 по GMT сферу услуг Англии и под закрытие торговой сессии после начала американских торгов в 15.00 по GMT ISM в сфере услуг США. Этот отчет точно станет источником повышенной волатильности доллара, потому что американская валюта сейчас очень чувствительна к такого рода масштабным релизам, потому что каждый отчет — это индикатор состояния американской экономики и, в принципе, возможность порассуждать на тему, сможет ли экономика США избежать какого-то экономического спада, является или остается ли американская экономика в состоянии такой перегретости, стоит ли Федрезерву реагировать на то, что происходит, корректируя или нет монетарную политику. Вот что будет с процентными ставками, пожалуй, основной вопрос, который волнует всех трейдеров, причем независимо от того, какой актив является основой вашей торговой деятельности. Если вы следите за фондовым рынком, за облигациями, за валютным рынком, тема только одна — что сделает ФРС и как это отразится на глобальных рыночных настроениях. Мы стараемся анализировать как раз сентимент, как меняется настрой рынка, постоянно оцениваем вместе с аналитиками, которые причастны к опросу FedWatch Tools, то, какие ожидания есть касательно предстоящих заседаний Федрезерва и того, что будет с ключевой процентной ставкой. После сегодняшнего отчета АСМ, конечно же, не будет исключением, завтра мы вернемся к этой статистике и посмотрим, как изменится как раз оценка рынка, возможность снижения ставки в мае, июне и в июле. Пока что индекс доллара 103.80 — ровно те же самые котировки, что и вчера. Торговая сессия понедельника обычно — это пустой экономический календарь, поэтому вчера рынку не на чем было двигаться. Как я уже отметил, сегодня в 15.00 выйдет отчет АСМ в сфере услуг. Рынок несколько оживленно отреагировал на данные по АСМ производственного сектора, причем сектор промышленности, если оценивать удельный вклад в общие показатели ВВП, генерирует не больше 30% этого самого вклада, в то время как сфера услуга занимает львиную часть того, что вносит в репту формирование общего показателя ВВП. Поэтому можно предположить, что реакция рынка будет еще более интересной, и сегодня мы как раз настраиваемся на то, что АСМ не разочарует. По сути, если смотреть на прогнозы, ожидается снижение с 53,4 до 53 пунктов, но 53 пункта — это выше 50, поэтому сектор услуг остается в зоне восстановления. И я думаю, что нужно будет просто оценить и проследить, сколько месяцев сфера услуг уже демонстрирует вот эту восстановительную динамику, потому что это будет важно. Именно сфера услуг как раз и обеспечила в том году такие баснословные показатели по экономическому росту в 3,2%. И если сфера услуг будет оставаться в таком же подвешенном состоянии, то американская экономика, можно сказать, уже перекочевала в 2024 год с хорошим бэкграундом, для того, чтобы сохранить вот эту интересную динамику по экономическому росту. 103,80 — это текущие котировки, это также объяснение того, что трейдеры просто не торопятся открывать новую позицию, учитывая, какие события у нас впереди. Помимо АСМ у нас выступление Паула в Конгрессе, отчеты о проделанной работе, вопросы. Я думаю, что будут акценты на то, что будет с американской монетарной политикой дальше, поэтому мы будем внимательно, конечно же, анализировать их. И ожидание данных по Non-Farm Perils, которые будут опубликованы в эту пятницу. И рынку нужны дополнительные вводные. Больше конкретики я согласен с этим, потому что уже как бы на старом новостном фоне мы достигли по индексу доллара довольно высоких отметок. Но нам нужно больше индикаторов, указывающих на то, что ФРС не будет торопиться с снижением ключевой процентной ставки. Золото 2115 долларов за тройскую унцию. Золото продолжает расти. Причем этот рост происходит одновременно и с ростом рынка криптовалют. Вот два конкурирующих инструмента сейчас в последнее время демонстрируют одноправленную динамику. Жалко, конечно же, что была упущена хорошая возможность покупки золота. Но, как я уже отметил, сейчас мы видим больше спекулятивные действия в этом металле. Потому что индекс доллара стоит на месте. И рост золота, его можно было бы логично объяснить, если мы параллельно бы увидели значительный обвал доходности американских облигаций, резкое снижение курса американского доллара. Но этого сейчас не происходит. Поэтому нужно понимать, что на фоне вот этого спекулятивного бэкграунда за этим ростом может в любой момент последовать и очень значительная и существенная коррекция. Поэтому сами оценивайте риски. Друзья, стоит ли игра свечи, стоит ли сейчас претендовать на обновление золота новых исторических максимумов, либо сейчас самое время все-таки подождать в стране, посмотреть за тем, что будет дальше. Но если вам интересно, есть ли потенциал для роста и индекс хроничных настроений сантимент сейчас указывает на то, что 80% трейдеров остаются в коротких позициях. Поэтому, да, есть еще возможности для восходящего движения. Европлатив доллара 1,0850. Вчера вышел отчет по индексу настроений сентикс. Минус 10,5 пунктов показатель. Снижение уже 5 месяцев подряд. Это все отголоски рецессии в Германии. Также мы понимаем, что на потребителя очень сильно давит высокая процентная ставка и все еще высокие показатели инфляции. Как ЕЦБ будет реагировать на это, я очень надеюсь, что ЕЦБ начнет снижать ключевую процентную ставку. Конечно же, это не произойдет на этой неделе, но мы ждем по итогам заседания ЕЦБ намеки на то, что это возможно на одном из ближайших заседаний. Поэтому здесь с большей долей вероятности мы уйдем на развитие коррекционной динамики. Доллар иена 150,50. Ждем движение пары выше 150,1. Вчера вышел отчет по индексу потребительских настроений токийского региона. Основной показатель вырос с 1,8% до 2,6%. Но базовый, на который обращает прежде всего внимание, в том числе и Центральный банк Японии, снизился с 3,3% до 3,1%. Поэтому снова вспоминаем комментарии главы Банка Японии Уэда о том, что еще рано объявлять себя победу над инфляцией. Нужно получить больше света с того, что инфляция стабилизировалась в районе 2% и нужно дождаться весенних переговоров при профсоюзах бизнеса по заработным платам. Пока что в режиме ожидания. Контраст монетарных политик, идея потенциального роста доллара и, соответственно, все еще отсутствие намерений у Банка Японии в ближайшее время отказаться от отрицательной процентной ставки. Доллар канадец 1,3580. Все выше. Сейчас канадцы еще на канадца давят и снижение котировок нефти. Завтра заседание Банка Канады тоже есть вероятность мягкой риторики, что может усилить распродажи канадского доллара. И наша цель 1,3650 очень близка. Американский фондовый рынок S&P 5129 пунктов. Рост с большой долей вероятности продолжится после незначительной коррекционной динамики. И отчеты, которые мы ожидаем впереди, в том числе выступления Павлова в Конгрессе, это потенциальные трингеры. Биткоин 67700. Я не удивлюсь, если за время моего выступления биткоин обновил новый исторический максимум. Потому что вот эта восходящая динамика, она очевидна. Это новый, уже сформировавшийся бычий тренд. И этот тренд сохраняет свой потенциал для усиления. Хочу отметить, что интересное наблюдение на данный, скажем так, на 1 марта, в крупнейший биткоин ETF фонд от BlackRock удалось привлечь почти 10 миллиардов долларов. Если сравнивать с первым ETF на золото, то там удалось достичь такой показатель по привлеченным средствам за несколько лет. За 2,5 года, по-моему, биткоин ETF от BlackRock сумел это сделать буквально за 1 месяц. И приток средств продолжается. Каждый день эти фонды скупают по 3-3,5 тысячи биткоинов. Причем, если сравнить с тем, сколько добывается, скажем так, биткоинов, вы знаете, что это 800-900, снова делаем вывод о том, что спрос существенно превосходит предложение. И это, может быть, и есть то самое условие, которое поддерживает текущая бычья ралли. В общем, 70 и потенциально выше. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Продолжение следует...